Ну, как бы, я знаю, что, да, Западная Сибирь богата своими ресурсами, вот именно как раз в конце 60-х годов были, ну, найдены залежники нефти, и, скажем так... Нет, я вам сейчас точно скажу, она даже до сих пор здесь памятник стоит, такой, это скважина, между городом, в котором я сейчас нахожусь, и ближайший город, где железнодорожная станция, Я вам скажу название, вы все равно не запомните, но номер скважины, и как она называется, вы запомните, Игорь, и всегда сможете сказать. Первая скважина, которую здесь пробурили, она называется Р-63, разведывательная, 63-го года. Все, понял. 63-й год. Все, я понял. Она пробурена в Ханты-Массийском автономном округе. Так, вот так. Я понял. Мой прадед был в республике Коми, то есть это как раз-таки неподалеку от Ханты-Массийского автономного округа. Скажем так, с географической точки зрения, то есть Россия большая, то как бы там... Я бы не сказал, что близко. Да, ну как бы... А вы в России были где-нибудь? А в России я был в Калуге, в Туле, в Москве, в Питере и в Карелии. Здорово. А давно были? О, вот в последний раз в России я был в 2006-м году. Ой, она очень изменилась. Я знаю, знаю. Я вообще вы ее сейчас не узнаете. Так, у меня больше родственников живет в России, нежели в Украине, так что я все прекрасно знаю. Я вам рекомендую съездить, ну, Питер, Москва, естественно. Ну, я вам советую, знаете как, если у вас будет такая возможность, этот тур вы никогда не забудете. Если хорошо зарабатываете, ну, тут придется так прилично, ну, желательно не одному. Девушка у вас, сто процентов, должна быть вот такого парня, как вы. Вы вместе прилетаете с ней в Питер летом на Алые Паруса. Знаете, такой фестиваль идет в Питере? Да. Целых паусов, садитесь на Сапсан и доезжайте до Москвы. Там 3-4 дня, больше не надо. То есть это, ну, центр, ВТНХ, Воробьевы горы, парт Царицыно, Московское метро. Московское метро вообще обалденное, шикарное, красивое. Вот. Потом опять садитесь на Сапсан. Знаете, что за Сапсан я говорю? Да, тогда я знаю. Вот. На Сапсан садитесь и едете в Новгород. За 4 часа доедете до Новгорода. Новгород основался раньше, чем Киев, на 30 лет. И там есть на что посмотреть. В старом Новгороде обалденно. А с Новгорода, там вечером сядете, утром уже будете в Казани. Казань, сумасшедший, красивый город. Вы там просто с ума сойдете и там останетесь. У меня знакомая из Читы. И она как раз была в Казани. И мне скинула фотографии. Да. Есть. И вот именно как раз скидывала фотографии вот именно Казана такого большого. У меня сестра там живет. Там очень красивый город. Ну, вы знаете, я вот учился в Тюмени. Он такой более современный город. Ну, такой, знаете, европейский. Екатеринбург. Сейчас как-то... Ну, не все. Я не скажу, что в России, знаете, так все красиво, все так хорошо. И вам там все понравится. И люди все хорошие. Все как и везде. Но есть вот прям где-то на что посмотреть. Ну, и на Байкал обязательно съездите. Да. Алтай, Байкал. У меня бабушка с Алтая. Ой. Обязательно съездите. Там такие горы. Если есть палатки, и можно будет подняться куда-то в горы. Там целыми, знаете, палатковые города делают. Шашлыки с гитарами. Ой, там вообще природа, конечно, красивая. Да. Так что, ну, дорого. Да, бабушка мне рассказывала, да, про свои родные края. Это просто изумительно все. Да. Так что... Так что, я не знаю. Еще что-то интересное. Есть вопросы какие-нибудь просто интересные. Я более чем удовлетворен. Да. Ой, спасибо. Вам здоровья, всех благ. Взаимно. Есть здесь быдло российское попадается. Не обращайте на них внимания. Ни в коем случае. Замечательный человек. Да, да, да. И родителям низкий поклон до самой земли за то, что воспитали такого замечательного сына. Весьма вам благодарен. Удачи. Всего доброго. Взаимно. До свидания. Взаимно. До свидания.